Здравствуйте друзья и гости моего канала. Меня зовут Ирина и я с удовольствием делюсь с вами информацией по выращиванию орхидеи на основе собственного опыта. В данном видео речь пойдет о такой проблеме, как трещины на листочках орхидеи на примере орхидеи фаленопсис. Если мой ролик будет вам полезен, не забудьте поставить лайк и поделиться им в соцсетях. Напишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с такой проблемой, на каком этапе она возникает чаще всего по вашему мнению и в каких случаях приводила вот к таким печальным последствиям. Мне, как и многим из вас, приходилось сталкиваться с явлением горизонтальных трещин на листочках орхидеи фаленопсис. Они возникают по ложбинке центральной жилки листика, могут располагаться по центру листа, могут начинаться от основания, а могут от кончика, разрывая при этом как бы листик на две части. И он становится похожим как бы на раздвоенный язычок змеи. Во время работы над этим роликом я прервалась и пошла внимательно посмотреть на свои фаленопсисы. Исследовав, так сказать, на предмет трещин, осмотрев большую часть своих орхидей, я обнаружила такие трещины лишь на двух орхидеях, на двух фаленопсисах. Однако, мне приходилось сталкиваться с такими трещинами на листьях и у покупных орхидеи, те орхидеи, которых я покупала. Вероятно, скорее всего, вероятнее всего, да, такие трещины появляются в условиях производителя или на прилавок вот торговых точек, да, вот в цветочных магазинах. Порой вот такие орхидеи получала даже по почте. Но, как видите, в моих домашних условиях, да, при моем уходе, это практически исключено. И причины, по которым лопается лист орхидеи, могут быть различными. На просторах интернета много информации, можно найти любую информацию. И информация о том, что явление, когда листья орхидеи порваны, оно довольно часто и даже происходит на здоровых растениях. Но действительно ли это так? Давайте попробуем разобраться. Первая и наиболее безобидная причина, по которой листья могут порваться, это механическое воздействие. Достаточно часто при осмотре или перестановке цветка, можно задеть мощный мястистый листок, который находится в хорошей форме. Либо, если рядом стоит какой-то предмет или цветок, можно вызвать разрыв листовой пластины, да, по неаккуратности, по небрежности. Иногда листья растут как бы лодочкой. И при попытке выгнуть, чтобы придать им правильное положение, можно спровоцировать травму. Несколько раз у меня такое бывало. И я очень корю себя за такую ситуацию. Я пыталась помочь своей орхидее, осматривая ее и переставляя с места на место. Но каждый раз что-то происходило не так. И теперь я стараюсь вмешиваться как можно реже. И воздерживаться от, скажем так, любых желаний помочь орхидее. Я понимаю, что орхидее нужно время, да, и пространство для роста и, естественно, для развития. И, конечно же, мое вмешательство может только навредить моей красавице, моей любимице. Как правило, у орхидей возрастные, взрослые листья являются такими мощными, да, они такие закаленные. И это делает их такими хрупкими и уязвимыми. Это может привести к тому, что листья порвутся, да, или поломаются при таком небольшом воздействии. С другой стороны, молоденькие листики, да, которые находятся в стадии роста, они обычно мягкие, такие податливые. И это делает их менее склонными к повреждениям. Важно понимать, что даже сильные и здоровые орхидеи могут подвергаться повреждениям и требуют вот такого бережного обращения. Необходимо избегать излишнего давления на листочки и на стебли, а также предотвращать вот контакт с другими объектами, которые вот могут вызывать повреждения. Хотя, маловероятно, конечно, получить такое повреждение, да, вот такое подобное повреждение. Но все же, возможно, при неаккуратном обращении с орхидеей, конечно, ну, можно ее просто выронить с рук, и тогда вот получится беда. Также можно повредить цветочек, опрокинув на него вот что-то сверху. Ну, мало ли, бывают такие случаи, нечаянно что-то упало. Если все-таки такое произошло, да, вот подобное повреждение, то не стоит сильно переживать вот за здоровье самой орхидеи. Хотя внешний вид, конечно же, пострадает, но со здоровьем все будет хорошо. Однако, вот несколько поврежденных листиков, они могут вызвать стресс у орхидеи, и она может впасть в ступор. Могут закуклиться корни, может остановиться рост на какое-то определенное незначительное время. Это всегда, конечно же, риск для орхидеи, и такие вот действия могут вызвать стресс у нее. Если условия содержания вашей орхидеи, по большей части удовлетворительные, да, вот имеется достаточное освещение, комфортная температура, движение воздуха, и такая безопасная, относительно безопасная влажность, то не следует предпринимать, собственно говоря, никаких действий, никаких мер с этими повреждениями. Обязательно все подсохнет, заживет, листики подсохнут, но, конечно же, нужно вести наблюдение, да, за такой орхидеей. Наблюдение не будет лишним в таком случае. В тот же момент необходимо понимать, что раны на теле орхидеи, это словно рана на теле любого живого существа, да, и последствия, конечно же, могут быть непредсказуемыми. Трещинки, царапинки, да, это ворота для микроорганизмов, для патогенов, но для тех, кто сомневается вот в идеальности своих условий содержания орхидеи, можно обработать эти места надломов, если поврежден листик, да, толщеным углем, пеплом, золой, порошком корицы, если вы, конечно же, сомневаетесь. Советую, конечно же, использовать вот сухие антисептики, да, они предотвратят сокодвижение, соковыделение, эти участки подсохнут, образуется такая сухая пробочка, и это же, конечно же, минимизирует риск, риск заражения вашей орхидеи. Следующая, вторая, распространенная причина отклонения, это агротехника. Вот любое отклонение в уходе за орхидеей от обычного, да, это приводит к нарушению биохимических процессов. Важно знать циклы растения и следовать правилам по уходу за орхидеей. Но в наших нестабильных условиях это может быть очень сложно. Мы зависим от капризов природы и, конечно же, от обстановки окружающей среды. Эта задача, конечно же, сложная. И поддерживать стабильность в каждом условии сложно, но необходимо, конечно, стремиться к золотой серединке. Если быть точным, то целая совокупность причин может стать причиной отклонения в росте нашей орхидеи. Одной из главных причин является это сбои температурного режима. Повышенная температура воздуха, низкая влажность, сильная освещенность могут стать причиной растрескивания листовой пластины орхидеи. Механизм здесь прост. При таких условиях очень быстро происходит пересыхание. То есть корневая влага, содержащаяся в толстых листьях, начинает быстро расходоваться на нужды самого растения. А пластина листа одновременно начинает морщиться и рваться по центральной жилке. Становится вялой. Это может привести к проблеме с корневой. Да, вот именно может привести к такой проблеме. Здоровое растение способно само контролировать количество воды, поступающей в разные части самого растения. Однако в случаях избытка воды, она может накапливаться в самом горшочке. И, конечно же, в первую очередь будут страдать корни. Из-за различных причин может произойти сбой в механизме самого растения. И потребление жидкости станет бесконтрольным. Что, конечно же, приведет к накоплению воды, влаги в самих листочках. Повышение вот этого внутриклеточного давления из-за избытка воды может разрывать стеночки, стенки клеточных, клеточные стенки оболочек. Что также приведет, естественно, приведет к трещинам на самих листочках, в самих листочках орхидеи. Следует, конечно же, предпринять некоторые меры, что исправит такую ситуацию. Сначала следует скорректировать режим полива, обработать поврежденные листочки. Исключить полив на несколько дней с целью просушки грунта в горшочке. Нужно грунт просушить. Также важно внимательно следить за состоянием субстрата. Особенно в больших горшочках. Если орхидея растет в большом горшке, в них сложнее заметить лишнюю влагу. Поэтому для посадки орхидеи фаленопсис рекомендуется использовать емкость с такими размерами, которые соответствуют корневой. То есть не брать большие горшочки для посадки самой орхидеи. Чтобы избежать потери корней и проводить пересадку растений чуть чаще, чем они требуют, чем требует корневая система, лучше выбирать горшочки, конечно же, немного вот такого соответствующего размера. Это поможет вам избавиться, избежать необходимости проводить реанимацию растения в будущем. Потому что растение может погибнуть. И чтобы не проводить такую реанимацию, конечно же, нужно поступать вот таким вот образом. Третья причина. Это нарушение режима полива. После пересушки или после обильного полива. Также после того момента, когда мы получаем орхидею по почте, после пересылки. Значит, также может привести такой стресс растения к лопнувшим листьям. Кроме того, растение, которое было залито перед этим водой, после продолжительного периода засухи, может вот отреагировать вот такими вот трещинами на листьях. Орхидея начнет очень активно восполнять утраченный объем влаги, что, конечно же, приведет, может привести к состоянию вот такого тряпочки, отсутствия тонуса, либо к чрезмерному вот такому вот напряжению листовых пластин. Это называется гипертонус. То есть клетки начнут рваться как раз в районе той самой крупной артерии, той самой центральной продольной жилки. Чтобы избежать таких проблем, связанных с переувлажнением орхидеи, необходимо, конечно же, воздерживаться от длительного нахождения корневой системы в воде и то также слишком влажном субстрате. Лучше восполнять потребности самой орхидеи постепенно и вот такими вот маленькими дозированными порциями. Четвертая причина – это переизбыток питательных веществ. Он вредит для орхидеи так же, как и их недостаток. Нередко вот можно купить орхидею в магазине или получить ее от садовника, да, вот по почте, но уже с лопнувшим листиком, да, возможно, из-за механического воздействия при самой транспортировке. Одной из причин также может быть передозировка азота. Вот поскольку продавцы заинтересованы вот в быстром развитии растения, и дома перекормить орхидею азотом так же очень легко, если использовать удобрение чаще, чем указано в инструкции или на бирочке на самой орхидее. Если не соблюдать дозировку, то это так же может привести к переизбытку питательных веществ. Неопытный цветовод может не заметить такие симптомы, да, вот симптомы перекорма орхидеи, перекорма орхидеи азотом. Вместо этого он будет, конечно же, радоваться результату, да, когда вот зеленая масса начинает быстро расти, когда листья приобретают такой темный цвет, и такие удивительно такие мощные и толстые листья вот появляются, вот один за другим. Так что вот один не успел полностью вырасти листик, да, уже появляются новые. И однако вот владелец на радостях от такого пышного роста, да, может продолжать подкармливать свою орхидею, но впоследствии листья будут деформироваться, скручиваться, будет появляться такая гофра на листьях, будет нарушаться однотонность самих листочков, окраса, и такие листья уже, конечно же, будут подвержены растрескиванию. Однако при наличии таких трещин, листик все еще выполняет свои функции, и его, конечно же, не следует удалять. В конце концов, естественные процессы роста и развития растения приведут к тому, что листик, который выполняет свою функцию, он истощится и отпадет самостоятельно. Вы знаете, меня раньше упрекали, сейчас, конечно же, чуть меньше, в небрежности по уходу за моими орхидеями, но я не считаю, что я плохо ухаживаю за своими орхидеями. Некоторые из них могут иметь желтые листья, да, естественное отмирание листьев, но я следую инструкциям по уходу и удобрению, также не спешу отделять эти листики, которые желтеют, потому что это естественный процесс, и я как бы не хочу повредить растения, и не перебираю свои растения ради видео, потому что я знаю, что любое повреждение растения может привести к заражению грибками, да, бактериями. Так что вот так я поступаю со своими растениями. И я надеюсь, что это видео будет для вас полезным, окажется для вас полезным, и вы найдете ответы на свои вопросы, или нашли уже ответ на свои вопросы в этом видео, в этом ролике. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить в следующих видео. Если есть желание, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо за просмотр, хорошего дня!